Каждый пост имеет свое назначение и определенное продолжительство. Вот рождественский пост. Подготавливается к рождению младенца, встреча его. Пасха, Великий пост. Приготавливается люди к принятию воскресшего Спасителя и есть на это объяснение. Мы все время обрастаем грехами и церковь дает в промежуток времени усиленного очищения, молитвы. Успенский скорбь, Божья Матерь умерла две недели. Надуманные посты, их не было. В Верхозоветной Церкви был один пост установлен. И пост этот продолжительностью был один день. Потом евреи еще три поста добавили. Но продолжительность каждого поста была по одному дню. Получается четыре. По семь недель. Все это установили монахи. Потому что указывают, посты возникли с 4 века, с 5 до 9. Даже никто не заметил, когда возник последний этот Петров пост. Притом разная продолжительность. Всегда оканчивается 12 июля. 12 июля это дата кончины, смерти, казни апостола Петра и Павла. То же число взято искусственно. Не соответствует действительности. Они умерли в разные года. Не только не в один день. В этот день казнен. Ну просто возьмите жития Дмитрия Ростовского и посмотрите. В разные года эта церковь свела вместе. Как вот святители Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустов. Между ними десятки лет церковь свела в один день. Потому что люди стали разделяться. Одни говорят, мы Иоанну больше поклоняемся, посчитаем другие, Василия Великого. И церковь свела вместе, чтобы не было споров в один день. Мы все в храме. Я занимался этим постом, и скажем, для меня, как начальнику детского лагеря, самый невыгодный пост. Иногда дети приезжают, ну, заезд, где-то около 10 июня, представьте, до 12 июля. Месяц. Это первый заезд. Месяц. И ребенок не видит ни молока, ничего нет. Это пост, который больше всего люди нарушают. Когда начинают жемыкала, вообще с чего он установленный? Оказывается, для того, чтобы апостолы пошли на проповедь. И помолившись, возложили руки в посте и молитве. Для проповеди. А если дело касается проповеди, вопрос сразу же принимает другой оттенок. А проповедь Рождество Христово раз в году. В воскресенье один раз, а то, что каждую неделю только напоминание. Успение один раз, а проповедь каждый день десятки раз. Да как мы уже так беремся, то этот пост должен круглый год быть. Почему? Потому что на проповедь идти. Апостолы нуждались в посте и молитве, чтобы все их поддержали. Ничего труднее, проповеди на земле нет. Это не урановые рудники, потяжелее. Это не за разными спидовскими, шумовыми людьми, осами заниматься. Василий Великий говорит и Иоанн Златоустов. Там я поймал овечку, опрокинул, копыта у ней выправил, залил криолину. Видишь, черви вышли. А человек не так, он болен. Я к нему на встречу протягиваю руку, а он меня бьет. У него боль, а своя. Лечить человека несравненно труднее, когда он болен духовно. Телесно люди понимают, живот болит, надо, прощу. Гастритное, глазное, глаз болит глазному. Что болит у человечества? У него ничего не болит. Мертвый ничего не ищет. Мертвый ничего не чувствует. Это, опять же, ложное понимание в православии самого положения. Человека пытаются ремонтировать. Вот человек начинает приближаться к церкви и спрашивает, а как мне стать верующим? Ну как в церковь ходи? Крещеный, ну при детстве там моченый. Ну батюшке на исповедь. На исповедь и при счастье. Чаще исповедовать, и чаще при счастье. Ни одного слова этого в Библии нет. В Библии говорит, что человек мертв. И то, что сегодня делается в церкви, абсолютно не евангельское. И нас, мертвых, под преступлением оживотворил. Воскресил, посадил на небесах. Ефесянам 2 глава, 5 стих. Евангелие от Луки. Отец встречает сына. Сын идет, падает. Но люди говорят, что его надо помыть. Понятно, другую одежду, завширил весь. А отец говорит, сын мой мертвый. Ну а жил? Признание смертности человека, это так трудно дается. Ну как, ну все же в церковь ходил, но не такой, как прочее. Он матери рубль давал, когда шла в церковь, чтобы свечку поставили. Ну выпивает маленько, ну кто не бывает. Ну три раза женился, ну а кто по-другому жил это сейчас. Ну с работы маленько тащит. Люди видят внешние грехи. Самый главный грех на земле не все знают. Самый, наиглавнейший грех, это неверие во Христа. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Ему не помогут ни церковное поминовение, ни причастие, ничего. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем до смерти и после смерти. У нас куда ни кинь, везде обман. Вот умер, ходил в церковь. Да нет, ну кто сейчас ходит? Ну он не отрицал. Нет. И он и священника вызвали, он успел, правда уже не говорил ничего. Глуху виск, и священник считал ему. Ну рот все это херобину. Рот зафиксировали, ему причастие в рот положили. Ничего этого в Писании нет. В Писании одно человечество мертвое, и к нему посылаются врачи. Если на кого возложите руки, воскреснет. И вот все апостолы стояли перед задачей, как оживотворить этот мир. В мире ложные боги. И люди думали, ну идолы, сломать его только. Потом так и стали. Посылают монаха, а он может и хрошить таких идолов, кувал заберется, пошел ломать. А людям больше молиться-то негде. Нигде в священном Писании не говорили, что в идолах просто пустота. Там бесы. Может сломать идолов, но изнутри человека взломать невозможно самому. Он запер. Его надо пробудить, чтобы он помог разломать. Все в себе. И апостолы двинулись вот на это непосильное дело. И они нуждались в помощи Божией. Они нуждались в усиленной молитве церкви. И был установлен пост. Не этот Петров пост. Его не было тогда. Просто сказали. Завтра наши дорогие братья пойдут на проповедь. И так постимся. Постились, то есть не пили и не ели. Ни грамма, ни крошки, ни капли. И стали плакать люди. О своих родных и близких. Апостолы только открыли дверь выходить. Демоны везде начали падать. Начали крушиться идолы, как в житии святой Татьяна. Она дунула, ни одного идола не осталось. А сегодня Татьяна похоронительница всех студентов. То есть, вернее сказать, блудников. Чего только не сделают в мире. Мы должны мысленно настроиться на то, что есть чисто евангельское слово. Вот лежит у нас Библия. И по ней Бог будет судить. Если так рассуждать, то Петров пост не ограничивается сегодня. А мы, может быть, на проповедь пойдем в шаршину через неделю. И нам нужен пост и молитва. Когда готовили перевод на русский язык Евангелия. У меня всегда стоял вопрос. Раньше я тоже не знал. Я понимал, что надо, понятно, Евангелие. Но почему не дают Евангелие? Какая причина? Ну, а те люди, которые до этого жили-то, которые препятствовали. Какие у них причины-то были? Главное был против перевода. Теофан заснул. Оказывается, он не против перевода был, а против перевода с Масаретского текста. Он хотел перевести септуагенты, семидесяти толковников. А это было неправильно. Оказывается, когда дальше смотришь. Сарю говорили, если Евангелие переведут, Библию переведут, в России будет революция. Вот читаешь, когда думаешь, эти люди были неверующие, и умышленные царя путали. Да он-то какой был, если он так понимал. Но они сумели доказать. Люди будут читать Евангелие, будут понимать. Они отойдут от церкви. Они все правильно сказали, эти люди. Отойдут от церкви неверующие. Ты управлять не можешь. Тогда революционеры их наставят на свой путь. У каждого дома ружье будет. Будет война. В общем-то, если так смотришь, то это действительно так. Так надо людей было право вести. Когда началась революция, в революции участвовали те, которые не знали Евангелие. Вот теперь дело показало. А те, которые знали, такие как баптисты, адвентисты, никто не участвовал. Ни одного не было в революции. Ни одного. А эти семинарии... Когда Лоич кончил семинарии... Сталин в семинарии учился. Правда, вы имели же за невыспеваемость. Они знали. Луночарский уж какой-то был. Совершенно не... Северший человек, но знали было богоискательство. Верили в Бога. Ленин получал пятерки по закону Божию. Если бы смотрели на людей, как на мертвецов, а так и надо смотреть, согласно Слову Божию, то тогда бы знали, что блаженный святый, имеющий участие в воскресении первом. И вот на это первое воскресение от уверования во Христа посылались апостолы. И продолжительность этого поста Церковь установила через неделю после Троицы. Может быть, тогда объяснение дается. Троицын день, Духов день, Дух Святой сошел, его ожидали. А когда ожидает что-то выпросить, желает, тоже пост. Пост обычно назначался в ряду бедственного положения или обновления храма, или крушения Иерусалима. Но когда считаем Третьего Уезра, то ему сказано попастись сильнее. И он сильнее питался одними цветочками. Цветы ел. И тогда ангел являлся ему. И если это так, пост начинается через неделю, тогда объяснение я уже нашел. Согласно Третьей книге Ездра, получили Духа Святого, и через неделю идти на проповедь. Только у нас там сплошная неделя, все подряд идем. Тут промазали мы. А согласно Слову Божию, наоборот, эта неделя по той порте закончилась. Все. Вот как было бы. Я дальше стал расследовать. Кто же установил? Оказывается, монахи в пустыне. Почему? Ведь это тоже вопрос. Значит, они внутри себя, уйдя в пустыню, я нахожу ответ на святых отцов, а сам исследую. А они духовные были. Духом понимали. Монахи-то простой человек не пойдет. От всего отречься-то надо быть героем. Надо быть очень крепким в вере. Но он пошел другим путем, не на проповедь. Внутри он сознавал, надо идти на проповедь. Ну не я, на другой может пойдет. И через эти посылки мы они пытались народ двинуть на проповедь. А вы как запасные, как особый, Аль-Мергат. Будем там поститься, будем плакать, что Бог благословил проповедников. Другого объяснения поста нет. И поэтому завтрашний день для нас горе и слезы. Господи, пост прошел. И ни день прошел, ни два. Недели. И мы с места не сдвинулись. А представьте, что в каждом храме завтра вот сказали бы эту проповедь, и сказали бы все священники горе нам. Мы пост назначили, а ради чего назначили, забыли. Как сейчас в церкви. Церковь благоукрашается. Строили, строили. И не знаю, для чего уже строили. Церковь уже и не видать. Довольные преданиями, традициями. Все. Все, все это украшает церковь. Мироточение, крестные ходы, чего в церкви сроду не было. А как от этого не избавиться, поставить нам нужно вериться? Путем поста и молитвы. Если бы завтра все люди сдрогнули об этом над листом, что пост кончился, Златолус говорит, и горе нам, если половина поста убыла, а половина грехов не убыла. Горе. Итак, пост кончился, а на проповедь никто не вышел. На значение этого поста только проповедь. Никакого другого не было. Ни обновления жертвенника, ни храма. На проповедь. И завтра, с утра, за вечером, даже если бы литургии не было, оправдалось бы все, если священник стоял, бил колокол, и каждому дал бил бы, выходите на проповедь. Что мы сделали? Пост кончился, и какой? Мне 70 лет уже на следующий год будет в это время. Я ни разу не слышал, я ни разу не считал нигде этого тревожного крика, как называют, алармовое состояние, тревоги, пришествия Христова. Христос придет, а не к проповедникам, признает ли он это за церковь. Церковь только там, где Дух Святой. Где соблюдается вся обрядность, два-три перста, слагаются посты, соблюдается, если нет Духа Святого, нет ничего там. Это известное из послания Кривина, 8 глава, 9 стих. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ты можешь всю форму соблюдать, ты можешь все бодослужения, бодослужебный цикл знать, круг, все книги церковные иметь, но Духа Христова не иметь. Евреи-то не ждали христа мести, а когда пришел, оказались бездушными, они его распяли. Вы даже не можете до конца, может быть, понять этой трагедией целой нации. А там у нас просто так, за неделю ни один из них не подошел к храму. Евреи каждый день служили. Несколько тысяч певцов, тысячи балов, козлов, баранов, жили ради пришествия Христа. Каждый баран был указан на Христа, а пришел, его не узнали. Проповедь была в другом направлении. Они показали Христа не таким. Весь Израиль оказался не на той доске. Весь до единого. Вот почему и сказано было, Ян Креститель вопиял, вопиющей пустыне оглохла вся страна. А весь мир-то вообще ничего не знал. Это Бога избранный народ. В это положение нашей церкви сегодня. Если не будет проповеди, а проповеди нет, если нет Духа Святого, церковь это не его. Где нет движения, где нет Библии, нет чтения Слова Божьей жизни во Христе, это не церковь. Это обман. Это просто одна надстройка. Как благоударь для многих название христианин это звук, вводящий других в заблуждение. Лучше бы не называть с этим именем. Если мы заканчиваем этот пост, внутренне хотя бы воздохнем. Господи! А ведь этот пост монахи установили не для себя, а и для нас. Он не нужен. Но я православный, без лукавства, я должен его строго соблюдать, как у нас в лагере. Не положено растительное масло, и нет. Но я в этом вижу не вред желудку, и даже и не пользу, а побуждение задуматься о проповеди. Назначение поста только одно. Пробудить людей на проповедь. И я отношу это к мудрости монашеской. Они решили пробудить народ этим постом. Без ломой проповеди. Может быть, даже думали, пост будет, священники будут говорить, не сидите, идите на проповедь. Может быть, они думали, а, он будет говорить, что вы сидите, монахи, идите на проповедь. Мусульманства не было бы, это однозначно. Шесть столетий просидели на одном месте. Но пост появился позже. Итак, этот пост самый нужный. В то время, как для меня, он самый не нужен. Для детей. Они ничего не знают. Но он нужен, потому что нет проповеди. Пост этот заканчивается, но мы к нему мысленно будем обращаться все время, когда идем на проповедь. Когда душа засоскует о проповеди, о благовестии, ибо близок Господь. А семя не сеется. Вышел сеять и сеять. А чтобы выйти сеять, нужно поститься. А все этим не вышел. Ивангельское семя закованное, засурбученное, зазаданное славянским языком. Никто его не знает и не слышит. А дома прочитал, но он для меня просто слово о проповеди, о благовестии, должно звучать и не думайте, что я не могу говорить просто для кого-то. Лично для вас. Вы себя проверьте. Как вы поняли этот пост? Тоскует ли ваша душа о том, что в России нет проповеди? Что нет благовестников? Нет курсов проповедников? Курсов миссионеров? Вообще нет. Ну вот смотрите, как на президента избирают. Любой должность занимает раз и всем царем. Как в Испании сделали однажды запросы, сказали, кто бы из вас, из людей, мог быть королем в Испании, а у них, чтобы стать королем, должен иметь четыре высших образования. Но он наследник королевства. Никак не ожидали. Почти полмиллиона пришло писем. Я готов быть королем. Такое представление у людей на благовестника сегодня. На проповедь, а я завтра выйду, не выйдешь. Во-первых, заслесняешься, постыдишься, да и не то скажешь. Да и не пойдешь, на тобой близкие будут смеяться. Чтобы выйти на проповедь, внутри себя нужно иметь огонь, который был у пророка Иеремии. Я усилился молчать, но внутри был как огонь разы. Я удерживался и не мог. Надо, чтобы дух Святой Пятидесятницы охватил каждое сердце, разум, душу, зрение и все органы. Мне сегодня тоскливо, я никому не сказал обоих. Я напрасно прожил день. Как говорил Иоанн Милостивый, если у него собиралось, меньше двухсот человек в день, кого он кормил. Я напрасно прожил день. Бог забыл меня. Он оставил меня. Он не послал никого, кому бы я мог сказать о Господе. Я не оставлен сегодня. Я детям много говорил о Боге. Мы ходили до Ягодов. Я постоянно свидетельствовал. Неоднократно остановились на молитву. А когда тебя смотри, какое виноградичье красивое, какие лучки красивые. Да ты сколько дней, раз в день можешь поставить? Немного, хотя бы немного. Дети, вспомните о всех обездоленных, одиноких, страна разврата, распада. Почему люди не знают Бога? Они не поспришенные. Святые апостолы, Петры Павел, молите Бога о нас, чтобы этот пост был не напрасный. Умолите Господа Бога, Иисуса Христа, что Он послан нам свидетелей. И чтобы этот пост пробудил священников, монахов, и они затосковали. Этот пост назначен для благословения на дело оживления этого мира, на приведение его ко Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok